Вице-президент США Джозеф Байден вчера пообещал послать вам сигнал, ответить за хакерские атаки в организации, которых в США обвиняют официальную Россию. Ну, мы умеем друг другу послать, поэтому... Ну, по сути, прозвучала официально на столь высоком уровне угроза, причем угроза, насколько понимаю вам лично. — Предполагаете ли вы, что это будут такие же хакерские атаки в отношении России, или атаки могут быть и в каких-то других сферах, областях? Спасибо. — Ну, от наших американских друзей можно сжать все, что угодно, но чего нам такого нового-то сказал? А мы что, разве не знаем, что официальные органы Соединенных Штатов за всеми подглядывают и всех подслушивают? Ну, что хорошо всем известно, давно уже это не секрет никакой. Свидетельств этому достаточно. На это тратятся миллиарды долларов. АНБ работает, ЦРУ работает, другие службы. Есть и свидетельства, есть и признания полные. Причем следят не только за своими потенциальными противниками, во всяком случае за теми, кого они считают таковыми, но и за своими союзниками, в том числе самыми близкими. Сколько нам скандалов известно о прослушках первых лиц государств, союзников Соединенных Штатов. Так что чего здесь нового? Ну, ничего. Единственная новизна в том, что впервые на таком высоком уровне Соединенные Штаты признают, первое, то, что они этим занимаются, и второе, в известной степени угрожают. Что, конечно, не соответствует нормам международного общения, это очевидно. Но, видимо, нервничают немножко. Вопрос, почему. И я думаю, что и этому есть объяснение. Вы знаете, в условиях предвыборной кампании любая действующая власть смотрит, как выстроить эту тактику предвыборной кампании. И у любой власти, особенно той, которая идет на выборы, всегда существуют проблемы нерешенных вопросов. Им ведь нужно показать, объяснить своему населению, избирателю, почему не сделано то или это. И в Штатах таких проблем очень много, их хватает. Это же хоть и ведущая экономика мира, это великая держава, без всяких сомнений. Но нерешенных проблем много. Ну, например, огромный государственный долг. Это мина заменливого действия и для экономики самих Соединенных Штатов, и для мировой финансовой системы. Никто не знает, что с этим делать, что, девальировать в будущем или что-то еще? А что? Ответа нет. Но это просто для примера. Примеров можно привести много в сфере, скажем, внешней политики. Ну, допустим, буксует точно совершенно процесс примирения на Ближнем Востоке в широком смысле и между Израилем и Палестиной, к сожалению, до сих пор. Более того, явно напряглись отношения с традиционными союзниками в регионе у Соединенных Штатов. Мы сейчас не будем туда забираться и ковыряться в этом деле. Это их проблема. Я просто говорю о том, что проблем много. И в этих условиях очень многие прибегают к наработанной системе отвлечения внимания избирателя от своих собственных проблем. Вот в данном случае, на мой взгляд, мы это и наблюдаем. Как это сделать? Создать, например, образ врага и объединить нацию в борьбе с этим врагом. Ну, вот образ врага в виде Ирана, иранской ядерной угрозы, он как бы не очень был большим и эффективным. В случае с Россией это поинтереснее. Но, на мой взгляд, эта карта сейчас активно и разыгрывается. Ну, я уже говорил недавно на форуме ВТБ, плохо, что, исходя из внутриполитических текущих проблем, в жертву приносятся российско-американские отношения, потому что это разрушает международные отношения в целом. Кстати говоря, я не полностью ответил на ваш вопрос, он связан в этой части со вторым, по поводу того, кто и как с кем развивает отношения от Индии, допустим, с Соединёнными Штатами. И слава Богу, Соединённые Штаты – великая держава, Индия – великая держава. У любой великой державы есть интересы, и они добиваются реализации этих интересов в многостороннем формате. По-другому невозможно представить себе современный мир, и чем интенсивнее, чем глобальнее будут эти процессы, тем мир будет более устойчивым. Но надеюсь, что, когда пройдут эти дебаты, этот сложный период внутриполитической жизни в самих Штатах, надеюсь, что будут шансы восстановить отношения между Россией и США. Я же сказал в начале, что всего можно ожидать. Поскольку следят глобально за всеми, то информация какой-то обладает. Но это даёт возможность компиляции. Можно ведь полуправду подавать, можно начать правду, можно немножко правдой разбавить, а дальше использовать эту информацию для введения в заблуждение общественного мнения в той или другой стране России. Не исключение, мы всегда являемся целью этих атак. Мы и так это знаем. — Добрый день, Александр Юношев, Live. Владимир Владимирович, а вы знаете, что стали героем новой серии мультфильма про Симпсонов? Там вы агитируете голосовать за Трампа. А в жизни как? Вот это вам много уже задавали, трасс, этот вопрос, всё-таки кто предпочтительный, Клинтон или Трамп? И ещё недавно вице-президент США заявил, что мы не сможем повлиять на выборы в Штатах. А признайтесь честно, мы стараемся влиять? И вообще, а нам надо? — А как он сказал, поточнее, мы не можем кардинальным образом повлиять. Надо бы у корреспондента, должен был его спросить. Кардинально не могут, а не кардинально. Он как бы признаёт, что мы можем повлиять. Но я хочу всех успокоить, в том числе наших американских партнёров и друзей. Мы не собираемся влиять на ход избирательной кампании в США. И ответ очень простой. Мы не знаем, что будет после выборов президента в США. Вот госпожа Клинтон избрала такую агрессивную риторику и агрессивную позицию в отношении нашей страны, в отношении России. А господин Трамп, он напротив, он призывает к сотрудничеству. Во всяком случае, в деле борьбы с терроризмом. Но, конечно, мы приветствуем всех тех, кто хочет с нами работать вместе. И считаем ошибочным положение о том, что нам нужно ссориться постоянно с кем-то и таким образом создавать угрозы для себя самих и для всего мира. И нести ещё, не добиваться нужных, во всяком случае, результатов в борьбе с терроризмом. Но как это будет после выборов? Мы точно ведь не с вами не знаем. Мы не знаем, будет ли реализовывать свои намерения кандидат в президенты Трамп. Как далеко он пойдёт в направлении сотрудничества с нами. Будет реализовывать свои угрозы и будет реализована риторика жёсткая в отношении России со стороны господжи Клинтон, если она станет президентом. Может, она тоже скорректирует свою позицию. Это всё нам пока неведомо. Но, повторю ещё раз, приносить в жертву российско-американские отношения в ходе внутриполитических событий в США, считаю, вредным, контрпродуктивным, это происходит не первый раз. Вот практически, вы обратите внимание, проанализируйте все предыдущие избирательные кампании. Но всё повторяется и повторяется. Я же уже говорил, а потом ещё нам на ухо шепчут, вы подождите, подождите, сейчас пройдёт и всё нормализуется. Ну, знаете, это же не смешно уже даже. Но если кто-то хочет конфронтации, это не наш выбор, но, значит, проблемы будут какие-то. Нам бы этого не хотелось. Нам бы хотелось, наоборот, искать точки соприкосновения и вместе решать проблемы глобального характера, перед которыми стоят и Россия, и Соединенные Штаты, да и весь мир. Владимир Владимирович, разрешите вопрос про отмену вашего визита во Францию. Президент Франции Алан говорил, что хотел обсудить с вами ситуацию в Сирии, но вы отказались. Почему так произошло? Спасибо. Это не точно, видимо, поняли президента Франции. Основной повод и основная причина моей предполагавшейся поездки во Францию было открытие нашего религиозно-культурного центра и посещение выставки художественной российских художников. Вот, собственно говоря, цель визита была именно в этом, совместное участие в этих международных гуманитарных мероприятиях. Но в силу известных обстоятельств вокруг сирийской проблемы французская сторона решила, что вот эта часть, она сейчас нецелесообразна, как совместное мероприятие. Ну, а по-второму мы практически даже не договаривались. У нас, кроме Сирии, там и другие проблемы есть, можно было бы о другим проблемах поговорить. Но, кроме всего прочего, Франция так вот глубоко и не вовлечена в сирийское регулирование. Мы помним, был момент, когда авианосец Шарл Деголь подошёл к берегам Сирии, и вроде мы договорились о совместной работе. Но он через пару дней развернулся и ушёл в сторону Советского канала. И о чём говорить-то? Ну, конечно, мы всегда готовы говорить со всеми. Более того, мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше стран было вовлечено в этот процесс. Тем более такая крупная, великая держава, как Франция, с её возможностями. Но, повторяю, это не было главной причиной поездки в Париж. А если главное отпало, то встречаться по вопросам, которые были как бы тоже в повестке дня, но не числились как основные, ну, просто бессмысленно. Повторяю ещё раз, там Франция у нас работает в группе друзей Сирии. Но вот так, чтобы уж совсем глубоко быть вовлечённый в сирийскую проблематику, такого нет. Владимир Владимирович, Российская газета, Кира Латухина. Как раз вот в интервью французам вы говорили о том, что американцы не прислушались к нашей информации по поводу братьев Царнаевых. А вообще есть какое-то взаимодействие между нами, диалог? Диалог всегда есть. А по поводу этой информации, ну да, я уже не помню, когда это было. Это вы, наверное, сами лучше меня вспомните, это было до трагических событий в Бостоне во время марафона за несколько месяцев. Мы проинформировали американских партнёров. По моей команде это ФСБ сделало, направило им официальное письменное уведомление о том, что у нас в разработке находятся такие-то люди. Они представляют опасности, мы предлагаем совместно по ним поработать. Ответа не было. Прошло ещё какое-то время. Бортников пришёл ко мне, говорит, не отвечают. Я говорю, пиши ещё. Он ещё раз написал. Да-да-да, это прямая речь. Он ещё раз написал. По-моему, со второго или с третьего раза получили ответ. Они, граждане Соединённых Штатов, не лезьте, мы сами разберёмся. Я сказал, ну ладно, если так, так, так. Через месяц или пару месяцев произошёл теракт в Бостоне во время марафона. Вот это лишние свидетельства того, кстати говоря, что те, кто выступают за сотрудничество, особенно в сфере борьбы с терроризмом, конечно, их позиция является правильной. Мы всегда именно придерживаемся именно такой точки зрения. Но есть и примеры положительного сотрудничества. Например, в ходе подготовки и проведения Олимпийских игр в Сочи американская сторона, американские спецслужбы установили с нами реально деловые, партнёрские отношения и помогали в обеспечении безопасности. Мы за это им благодарны. — Владимир Владимирович, планируется поездка в Берлин. Как нам говорил Ваш помощник, всё зависит от реализативности представителей с конфликтующих сторон. Как Вы настроены? Вы намерены всё-таки поехать? И с чем Вы туда едете? Вы вынуждены во много раз спрашивать про решение украинского конфликта, и Вы вынуждены одно и то же время говорить, что группа громящий на стороне украинских властей, которые не делают то, что должны. Как, на Ваш взгляд, можно это изменить? Не вечно же будет продолжаться такая ситуация ни войны, ни мира? — Надеюсь, что не вечно, и надеюсь, что все эти проблемы решатся как можно быстрее. Теперь по поводу поездки в Берлин. Мы договорились с президентом Франции и с канцлером ФРГ, когда разговаривали недавно по телефону, что эта встреча в Берлине будет целесообразна, но только в том случае, если наши помощники, встречающиеся, вот они встречались, по-моему, в субботу-воскресенье в Минске, продвинут этот диалог так далеко, что даст нам возможность при встрече на высшем уровне закрепить эти договорённости. Если договорённости на уровне помощников достигнуты не будут, то тогда и встреча в таком формате, на романском формате, на высшем уровне пока будет преждевременной. Теперь, что касается выполнения и невыполнения. Вот я знаю, что мой коллега, президент Порошенко, выступил со статьёй, по-моему, в Франкфурт-Альгеман-Исайдинг, где опять пытается переложить какую-то ответственность на Россию, ссылаясь на неурегулированность в сфере безопасности. Я считаю, что это только предлог, чтобы ничего не делать в политической сфере. Нужно идти как минимум параллельно и добиваясь реализации вопросов безопасности, и совершая необходимые абсолютно для урегулирования в целом и на длительную перспективу, совершая шаги в политической сфере. Без этого добиться урегулирования будет невозможно. Да и как можно окончательно быть уверенным в том, людям, которые живут в этом регионе, в данном случае в Донбассе, что они не будут преследоваться, что их не будут хватать, значит, тащить в тюрьму за сепаратизм, за то, за это, за терроризм. Там можно бочку арестантов на них навалить, если не будут приняты заблаговременно законы об амнистии в отношении всех граждан, которые там проживают. Но как можно людям быть уверенными в том, что их права будут обеспечены и гарантированы без имплементации вот этого закона, принятого уже Радой закона об особом статусе и закрепления его в Конституции? А почему нужно, чтобы он был закреплен в Конституции? Если просто его имплементировать, то завтра можно будет отменить как противоречащую его Конституции. И это все прекрасно понимают. Поэтому нужно внести эти изменения в Конституцию. Все знают об этом. Об этом и 17 часов в Минске говорили всю ночь. Ну просто если этого не будет сделано, то это значит, что действующие власти не готовы к решению проблем на Юго-Востоке своей собственной страны. Владимир Владимирович, как Вы относитесь к ведению новых санкций из-за Сирии? И еще. Сейчас идет активно битва за Масул. Работает артиллерия, обстреливают. Также говорят о том, что заметна и авиация наших союзников. Тех самых, которые очень активно критикуют. Напрашиваются определенные параллели. Как Вы бы могли оценить подобные двойные стандарты? Спасибо. Ну вообще, что касается санкций, Вы знаете, наши отношения к любым санкциям, это контрапродуктивно, вредно, ничего хорошего в этом нет. И главное, никогда не достигают цели, которые ставят перед собой те, кто эти санкции вводит. Вообще, вот что касается санкций в отношении России, к чему бы не привязываться, там, к событиям на Юго-Востоке Украины, каким-то другим, допустим, даже к Сирии. Уверяю Вас, цели тех, кто формулирует эту политику и продвигает ее, не решить конкретные проблемы, в данном случае проблему, допустим, Юго-Востоку Украины, а просто сформулировать политику сдерживания России. Если бы не было Украины, придумали бы что-нибудь другое. Просто сам факт того, что Россия не становится, я думаю, что уже стала полноценным игроком в международной арене, демонстрирует консолидацию внутриполитическую, кстати говоря, при желании работать со всеми партнерами, но, видимо, это не очень устраивает, потому что работа на международной арене предполагает какие-то уступки, поиск компромиссов. На компромиссы, видимо, идти неохота, хочется диктовать. Вот такой стиль сложился за последние лет 15-20 у наших партнеров из США. Они никак не могут от этого стиля отойти, ведь диалога, как правило, нет. Вы понимаете? Вот они формулируют позицию, надо так, так и так, а вся работа дальше строится вокруг чего? Как им добиться того, чтобы все с ними согласились? Кто не с нами, тот против нас. Вот и вся логика. Ну, это же невозможно работать. И поэтому все чаще и чаще сбои происходят. Ну, так вот, цель этих санкций не в том, чтобы чего-то решить, а в том, чтобы сдержать вот это укрепление России как полноценного участника международной деятельности. Вот в чем цель. Но и эта цель не будет достигнута такими средствами. Теперь, что касается Масулу. Ну, конечно, это параллель очевидна. Если нам говорят о том, что вот очень много гуманитарных проблем возникает вокруг Алеппо, мы, конечно, можем показать теперь нашим партнерам на Масулу, сказать, имейте в виду, и здесь проживают сотни тысяч людей. Это же миллионный город. И применение авиации и артиллерии очень опасно с точки зрения возможных жертв среди мирного населения. Мы надеемся, что на самом деле наши американские, в данном случае французские партнеры, будут действовать избирательно. И сделают всё для того, чтобы минимизировать, а лучше всего исключить жертвы среди мирного населения. И, конечно, мы не намерены по этому поводу раздувать истерию так, как делают наши партнеры на Западе. Потому что понимаем, что бороться с терроризмом нужно. И другого пути, кроме активной борьбы, нет. Виталий Воронин, телеканал номер 5, Санкт-Петербург. В продолжение сирийской темы. Отправка флагманов российского флота, авианосца и ракетного крейсера Москва в Средиземное море означает ли, что грядёт некое наступление на твердыни террористов? Сейчас я вам так расскажу. Наступление, во сколько, откуда начнётся? Тогда в продолжение темы. Отношения дипломатические с Америкой расстроились из-за сирийского вопроса. Что, что, что? Отношения с Америкой расстроились по сирийскому вопросу в последнее время? Ну да. Вы так думаете? Мне так кажется. Вы ошибаетесь. Вы вспомните, что происходило в Лако-Югославии. Вот оттуда всё и началось. Я ещё и президентом-то не был. А что, я, что ли, развернул самолёт над Атлантикой? Это, по-моему, Примаков сделал. Да, Евгений Максимович. Ну так вот, мы разговаривали, разговаривали. Кстати говоря, и Ельцин Борис Николаевич, всё было хорош да хорош. Как только занял позицию достаточно жёсткую по отношению к Югославии. Сразу всё начали припоминать, что он и выпить любит, и то, и всё, и это. И пошла компрометация. Вот всё и началось. Потому что, понимаете, я уже только что сказал. Мне нравятся независимые позиции. Вот что, вот в чём проблема. А потом и дальше пошло. По Ираку. Кстати говоря, мы не были инициаторами позиции по Ираку. Это же нас, на самом деле, меня, я же хорошо это знаю, меня убеждали в необходимости занять такую позицию по Ираку, которую мы в конце концов заняли лидеры Германии и Франции. После того, как Саддама и Хусейна повесили, все радовались. И помните, что говорили? Вот, вы были против, а они пришли и победили. Победили ли? Вот в чём вопрос. Ирак, так же, как и Ливия, никогда не были центрами терроризма. А после ликвидации там государственных структур они превратились в рассадник терроризма. Вот сейчас нужно штурмовать Масул, где миллионное население, применяя авиацию, танки и артиллерию. Вот результат. А в Ливии вообще непонятно, что делать. Государство прекратило своё существование. Рассадник терроризма. Массовый поток беженцев пошёл. Ну и что, вы считаете, что из-за Сирии у нас изменились отношения со Штатами? Нет, не из-за Сирии, а из-за попыток одной стороны навязать всему миру свои собственные решения. И мы не против этой страны, но мы против того, чтобы решения принимались в одностороннем порядке и не были продуманными до конца, без учёта исторических, культурных, религиозных особенностей той или другой страны, даже если в этой стране есть конфликты и противоречия. Вадим Владимирович, вот ваша позиция по поводу санкций известна. Абсолютно, кстати, разделяю. Но по поводу ответных... Вот можно на этом закончить. Вопрос про другое. Это была бы вообще точка такая хорошая. Вопрос немножко другой. По поводу ответных санкций. Вот понятно, что мы тоже сделали такой шаг. Но, вы знаете, я просто по роду своей работы... Общаюсь с представителями крупного бизнеса и мелкого, и те, кто на Экспор работают, и те, кто в рамках БРИКС работают. Ну, все в один голос говорят, ну, вот это ответные санкции России, это усиление санкций Запада в отношении российского же бизнеса. Но даже те же китайцы, индусы, они тоже смотрят, они же думают затевать какой-то инвестиционный проект с российскими компаниями. Они оглядываются на санкции, оглядываются на контрсанкции России тоже. Это для них нехорошо. И вот поскольку уже, как бы, ну, санкции уже какое-то время прошли, санкции продолжаются уже несколько лет, можно как-то обобщить эту идею, да, посмотреть. Может, все-таки хотя бы сделать выборочные, смягчить как-то санкции ответные России? Фиг им. Сейчас я объясню свою позицию. Значит, это я коротко сказал, но правильно, а теперь я постараюсь раскрыть. Ну, во-первых, я с вами не соглашусь с тем, что вот эти наши контрмеры – это не санкции, а контрмеры по защите нашего рынка. Ведь, смотрите, что получилось? Это реально вынужденные меры. Нам ввели определенные ограничения, скажем, в области финансов, да? Наши банки не могут перекредитовываться, а при этом наш рынок полностью открыт для партнеров. И, в общем и целом, с начала 90-х годов сложилась так ситуация, что нашим предприятиям, сельхозпредприятиям, им даже отвоевать часть своего собственного рынка почти невозможно. Да, мы воспользовались этой ситуацией и приняли определенные меры ограничивающего характера. Но смотрите, что происходит даже в условиях сокращения ВВП и падения промышленного производства в прошлом и позапрошлом году. Рост производства сельхозпродукции – 3,6%, причем регулярно, из года в год. И мы сейчас точно совершенно фиксируем. У нас, ну вот, совсем еще недавно мы импортировали миллион четыреста тысяч тонн мяса птицы, а теперь мы сами думаем, как ее продать на внешней рынке. Мы практически закрыли внутренние потребности. То же самое, пока не то же самое, но приближаемся к тем же показателям посвенения. У нас, да, существуют проблемы по овощам, тем более по фруктам. Да, но мы понимали, что это произойдет. Произошло определенное повышение цен на внутреннем рынке. Но это дало шанс внутренним товаропроизводителям, конечно, при поддержке со стороны государства, она есть эта поддержка, можно говорить, меньше, больше нужно. Но она есть, она существенная. Это дало шанс нашим товаропроизводителям восстановить свои собственные силы и занять необходимые ниши на собственном рынке. Вот мы сейчас нормализуем отношения, допустим, с Турцией, да? Некоторые ниши открываем. Ну, что мы открыли? Я же вот в Турции был, когда говорил, косточковые и цитрусовые. Но мы не производим ни косточковых, ни цитрусовых. Ну, что же здесь держать? Наоборот, это будет создавать конкуренцию для других импортеров. Теперь по поводу, да, в промышленности. Вот это импортозамещение так называемое, я вам честно, откровенно скажу, у меня была большая тревога. Внутренняя тревога. Поэтому я и с оборонной промышленностью, и с гражданской, мы регулярно просто, вот регулярно встречаемся, обсуждаем, что происходит в этих сферах, какого результаты наших действий. Вот в том числе, скажем, наше решение о том, что крупные компании с госучастием должны обеспечить определенный рынок для малых и средних отечественных предприятий. Оно реальный эффект дает, понимаете? Они получили деньги на рынок своих продуктов, причем в значительной степени высокотехнологичной продукции. И эта продукция растет. Я уже не говорю про импортозамещение в оборонной промышленности. Но недопустимо, когда мы зависим в микроэлектронике от компонентов для, не знаю, РВСН или других очень чувствительных систем. Эта зависимость исчезает. Вот мы скажем, ну я уже приводил этот пример. Это касается не только, скажем, украинских поставщиков. Это касается и поставщиков из других стран, из Европы, из Соединенных Штатов. Вот мы, у нас сто процентов было, сто процентов хочу подчеркнуть. Наши вертолеты комплектовались двигателями украинского производства. Все закончилось. Мы построили один завод, сейчас завершаем второй, может быть уже допустили его в строй. Все. Но это будет уже другая продукция. Вот все так называемое импортозамещение, это не просто мы один двигатель так перенесли на производство в Россию. Нет, это просто другой уровень совсем технологический. И в этом смысле это элемент точно совершенно развития. То же самое, вот там просто сложнее, то же самое мы в ближайшее время закончим работу по двигательным установкам для военно-морского флота. Это имеет синергетические эффекты для гражданских производств. Но, кстати говоря, что касается Украины, вот я бы хотел сказать это и благодаря вам за ваш вопрос. Мы видим, что там происходит, к сожалению, деградация. То, о чем мы говорили, происходит деиндустриализация страны. Но мы в любой момент, как только этого захотят наши украинские партнеры, готовы развернуть наши потребности под возможности украинской промышленности. В том числе и в направлении совместной кооперации по переоснащению украинской оборонки и гражданских отраслей. Но только в том случае, если, конечно, повторяю еще раз, будут созданы соответствующие условия, если наши партнеры этого захотят. Ну и, наконец, как на это реагируют на наши встречные по отношению к тем странам, которые ввели в отношении нас санкции, меры наши партнеры, скажем, по БРИКС. Да я что-то не вижу в них никаких озабоченностей. Потому что в отношении товаров этих стран мы никаких ограничений же не вводим и не собираемся вводить. Более того, вот эти ограничения, скажем, которые мы ввели в отношении тех стран, которые ввели в санкции против нас, дают нашим партнерам по БРИКС и другим нашим партнерам дополнительные возможности на российском рынке. И они активно пользуются этими возможностями. Так что здесь я никаких не вижу проблем и сложностей. А если будут новые санкции России, будет хватить? Вы знаете, вот я хочу что сказать. Мы ведь сознательно ввели ограничениями на поставку силхозпродукции. Это такой асимметричный ответ. Нам там по промышленной продукции, по некоторым видам, вдвойного, как они считают, назначения, там ограничения по финансированию. А мы в ответ же не можем сделать то же самое. То есть мы можем, но это будет бессмысленно. А мы сделали в той сфере, где для них проблемы создают. Там миллиардные ущербы считают. Вы же видите, это же не мы считаем. Считают западноевропейские эксперты и представители соответствующих отраслей производства. А в том числе, так сказать и говоря, и в промышленности. Поэтому мы делали это там, где нам выгодно было это сделать. И мы ничего не будем делать только для того, чтобы кого-то наказать, наказывать себя. Купить билет, а не поехать. Так мы не будем поступать. Ну, мы пока ничего не планируем. Никаких ответных действий, там, контрмер. Надо посмотреть, как будут наши партнеры себя вести, исходя из этого, уже принимать решения. Все. Я вас всех благодарю за внимание. До свидания.